Привет, друзья! Добро пожаловать на самый жаркий канал. Я сегодня нахожусь в гостях у печника из Питера. Знакомьтесь, Евгений Романов, Лен Облпечь. Да, Жень? Да, добрый день. Печник с 15-летним стажем, поэтому если вы задумываетесь о том, чтобы сложить себе в бане кирпичную печь, внемлите этому человеку, потому что он знает много различных, хороших и не очень хороших банных печей. Да, Жень? Как-то так. Сегодня всё будет по чесноку, всё как обычно. Да. Жень, мы находимся в твоей бане, за моей спиной печь, с которой мы будем сегодня париться. Обязательно. Что это за печь? Это теплоёмкая кирпичная печь для русской паровой бани. Она может трансформироваться как в печь на обращённом пламени, так и в фильтрующую печь. Печь мы строили для себя, чтобы использовать на ней и тестировать различные материалы, такие как клей для плитки, различные термостойки, чугун, различные варианты вытопа с открытым вторичным воздухом, с закрытым вторичным воздухом. То есть, в принципе, всё, что мы делаем, мы сначала тестируем на себе, а потом уже предлагаем нашим заказчикам. Но смотри, если ты тестируешь различные варианты, ты говоришь, фильтрующая печь, кузнецовская печь, печь с обращённым пламенем, горизонтальная печь, то есть, печей много разных. Но в итоге ты остановился именно на какой концепции? Меня, в принципе, устраивает фильтрующая. По одной простой причине, что я искушённый пользователь печью, поэтому я знаю её минусы и знаю её плюсы. Мне достаточно фильтрующей печи. Какие минусы? Минусы, я считаю, единственный минус, это надо вовремя проводить ППР, так как разрушение... Что такое ППР? Планово-предупредительный ремонт, это осмотр и замена каменной чугунной закладки. Это единственное, что первым выходит из строя в печах, так как оно подвержено огромной, скажем так, нагрузке. И это основное, чему надо уделять внимание. В фильтрующей печи нагрев идёт снизу вверх, то есть, хайло у нас расположено выше каменной чугунной закладки, и дымовые газы проходят через неё и уходят в конвективную систему, затем в трубу. То есть, нагрев идёт снизу, поэтому основные разрушения начинаются снизу. Если пропустить момент планово-предупредительного ремонта, либо осмотра, то можно получить определённого вида разрушения, которые также могут повлечь за собой внеплановый ремонт печи. Послушай, сразу тогда вопрос. Нагрев идёт снизу. Мы имеем в виду, что мы разогреваем каменку саму. Да. В чём принципиальные отличия, плюсы, минусы, по сравнению, если мы рассматриваем печь прямоточную, потому что это печь, которую легче всего сложить обычному самостройщику? Если рассматривать прямоточную печь, опять же, прямоточные печи мы строим только в том случае, когда в качестве топлива мы используем газ. Других вариантов для прямоточной печи, опять же, для себя я не вижу, потому что в прямоточной печи один огромный минус. у вас температура, которая находится в дымовые газы, и огонь, проходя через каменку, не отдаёт максимум каменке. То есть в трубу выходит очень высокая температура, и предусмотреть нормально противопожарные разделки, распушки и всё остальное, это достаточно сложно. Поэтому я считаю, что лучше всё-таки построить фильтрующую печь, либо обращёнку. Ещё нюанс. Опять же, отходящие газы высоких можно использовать полезно. То есть нагреть стену печи, то есть опустить, поднять и нагреть. И тогда отходящие газы, температура отходящих газов существенно снизится, и мы получим нормальную температуру в трубе. Послушай, вот за твою 15-летнюю историю, давай немножечко вернёмся назад. Как ты вообще стал печеньком? Печеньком я стал случайно. Я приобрёл участок в деревне, в старом доме. Скажем так, я никогда не хотел ничего строить. То есть я хотел просто купить и пользоваться. Но так как денег было немного, денег хватило только на участок в Новгородской области и со старым домом. В нём были аварийные кирпичные печи. Одна это была печь упермарка, вторая русская, наполовину развалившаяся. Что мне пришлось сделать? Ну как, самый, наверное, обычный человек, я решил, как, ну что, что, не буду же я восстанавливать кирпичные печи. Я просто их снесу и поставлю железяку. Ну, что я и сделал. Дальше начались все, как говорится, вытекающие последствия. Проблема с железными печами топителя. Да, то есть мне приходилось спать с кочергой рядом, независимо от того, там, тлеющий режим, чем я топил. То есть максимум, когда мы нагревали помещение, там было очень тяжело находиться, там спёртый воздух, очень жарко, ты ложишься спать без одеяла. Дальше через три часа тебе уже становится холодно, печь остывает. Я даже обкладывал её кирпичом, просто так, ради того, чтобы была какая-то теплоаккумуляция, тепла. Но этого, к сожалению, не происходило. Ну вот, и я решил, надо решать этот вопрос кардинально. То есть ты, по сути дела, как человек, не имеющий никакого отношения к печеному ремеслу, решил сам самостоятельно сложить печь отопительную вначале, насколько я понял. Именно так. Сложно было? В принципе, да. Но было огромное желание научиться складывать печи и их проектировать. То есть мне посчастливилось встретить определённых людей в начале своего пути. Это Андрей Фёдоров, раз. Колчин Евгений Викторович, два. Игорь Викторович Кузнецов, три. Ну, в принципе, и команда. Евгения Викторовича Колчина. Я очень дружен с ребятами. Многих уважаю. До сих пор мы вместе, как говорится, занимаемся этим делом. И что, с первого раза получилось сложить самому кирпичную печь? В принципе, да. Но сначала я пошёл учиться и в подмастерии к печнику. То есть всё как обычно. Это самый простой способ, потому что, ну, на курсы, курсы я тогда не нашёл. Вот. И курсы – это курсы. Курсы дают тебе теорию. Теорию при желании я подчеркнул сам из источников, интернета, форума и книг. А дальше уже было нужно понять, что есть хорошие печи, что не стоит строить. И, скажем так, в этой деревне, правда, не себе, а своему соседу, я построил первую свою печь-чуретку. Понятно. Она до сих пор работает, и люди очень довольны. Поэтому вот это кузнецовка. А насколько сложно человеку без опыта который купит просто кирпичи, раствор, фурнитуру, сложить самому печь? Я думаю, что достаточно сложно без определённых навыков. Потому что есть много нюансов. Оно вроде выглядит всё одинаково. Что кирпич, намазал раствор, приложил, пристучал, померил уровнем. Но очень много нюансов, где нужно сделать определённый зазор, где нужно усилить конструкцию, где определённую перевязку. Вот сейчас я тебя поэтому и буду пытать. Давай, давай. Сейчас мы выведем все тайны печеников. За что они берут 200 рублей за кладку одного кирпича? Бывает и больше. Да? Израстовые печи. Израстовые печи. Это отдельная тема, моя любимая. Попозже, попозже. Попозже. Давай разбираться. Да. Если мы берём конкретно банную печь, вот, рассматриваем его. Да. Насколько я понимаю, давай пойдём от топливника наружу. Ага. То есть, всё внутри должно быть из шамота. Да. Какой должен быть шамот? Любой. Который выдерживает температуру и нагрузку. А ультравес, который лёгкий-лёгкий, как ПМЗ? Мы его не используем. Ага. Обычно он, насколько я помню, у него минимальная теплопроводность. Да. Он используется в качестве изоляции. Изоляция, да. Вот. Поэтому, мне кажется, что внутри печи не стоит его использовать. Так как велика вероятность не нагреть стенку. Совершенно верно. Знаешь, почему я сразу это спросил? Это был подводный камень? Да. Потому что 12 лет тому назад, уже 13 лет тому назад, мы с командой металлическая печь облицевали ультравесом и потом обшили деревом. То есть, первую деревянную обшитую деревом печь, вот мы сделали 13 лет тому назад, ничего не загорелось, отрудилась печь, ну, я думаю, где-то лет 5-6 до ремонта. Это стальная. А сразу следующий вопрос. Насколько необходим бандаж у Шамота в банных печах? Мы сейчас про банную печь. Я считаю, что необходим. Опять же, это на опыте. Раньше мы строили печи без бандажа, делая минимальный зазор, прокладывали демпфер, то есть, базальтовый картон и устанавливали, как говорится, футеровку с зазором от керамической кладки. Но в процессе эксплуатации, опять же, все люди разные. Планово-предупредительные ремонты проводятся, сам понимаешь, как. То есть, кто-то забыл, кто-то не забыл, кому-то хочется потратить небольшую сумму, кому-то нет. Он считает, что все и так должно работать веками. И в результате наблюдений и проведенных ремонтов мы поняли, что все-таки бандаж необходим. Мы первым делом складываем огневой столб, то есть, это наша каменка, топка и каменка, где находятся камни. Заключаем это в бандаж из уголков и варимся, опять же, уголками. меньшего размера, там, с полкой 25, но уголками. Шов ушамотного кирпича миллиметр, 3 миллиметра, 5 миллиметров. Можно ли использовать глину обычную? Обычную глину, думаю, вряд ли, так как она все-таки не огнеупорная. Мы используем растворы огнеупорные и различные мастики. Опять же, исходя из этого варьируется шов. Если ты используешь мастику, то шов минимальный, приходится практически притирать кирпич. Если мы используем растворы, то там в зависимости от инструкции по эксплуатации. То есть, мы смотрим, какой шов можно сделать и пользуемся. как правильно? Как В пол кирпича шамот в кирпич в четверть кирпича или сдвоенные по пол кирпича? Я предпочитаю сдвоенные по пол кирпича. Почему? На тычок, на ложок? На ложок? На... Да, на ложок. То есть, ставим два рядом. В шахматном порядке швы? Да. Ну, стараемся максимально сохранить так называемую газоплотность и сделать перевязку. Поэтому, что могу сказать? Опять же, из опыта пещи, сложенные на плашку, почему-то кирпич трескается. То есть, может быть, неравномерный нагрев, может быть, еще что-то, но, опять же, это мое субъективное мнение, то, что я видел в своих печах, которые я ремонтирую, лучше стоят два кирпича рядом, поставленные на лажок. Вопрос, теперь про каменку. Есть печи с прямым нагревом камня, есть с косвенным нагревом камня, когда камень заключен в какую-то ванну из стали. Какие печи лучше? Опять же, раньше я считал, что всегда, то есть, я был, есть и, наверное, буду приверженцем печей калильного типа прямого нагрева. Но за последнее время, когда мы построили определенное количество печей косвенного нагрева, я начал задумываться о том, что у них тоже есть свои плюсы. Может быть, это не такая высокая температура, нежели печи прямого нагрева, но печь прямого нагрева, температуру мы снимаем на максимуме, когда печь уже вытоплена. Но никто не, надо не забывать о том, что это финишный, как говорится, максимум. Дальше, после закрытия задвижки, камни будут остывать. И первое остывание с 700, с 800, с 600 градусов, оно достаточно быстрое. Уходит в 500, 400 и так далее. То есть, нам нужно выстоять печь, потому как пойти париться сразу же достигнув эту температуру, вряд ли у кого получится. Обычно после вытопа печи температура в парной порядка 40 градусов. И нам необходимо 2-3 часа, чтобы температура поднялась до 60, в зависимости от утепления, изоляции парной, конечно. А печи косвенного нагрева можно топить постоянно. Постоянно, чем угодно. Пилетами, дизелем, пластиковыми бутылками. Хорошо, вопрос. Тогда вопрос следующий. Если мы говорим про прямой нагрев камня, что лучше всего использовать в качестве закладки в каменку? Опять же, мое мнение, каменно-чугунная закладка должна быть из чугуна ЧХ-16-20 из опыта, так как серый чугун растет, деформируется и сгорает. Если пропустить планово-предупредительный ремонт, он может раздвинуть стенки и привести к неплановому ремонту. Также он покрывается окаленной, растет шуба на нем, ежики такие появляются. То есть, все это вылетает в парную и мы этим дышим. Мне кажется, что это не сильно полезно для здоровья. Не всем нравится еще и парш-чугуна, поэтому вторая часть должен быть камень, не фрит. Может быть. Но мне больше нравится керкис, так как этот камень мы выстрадали. А вы, Евгений Александрович, ты не патриот. Ну-ка, я патриот. У нас финский керкис, финский керкис, керамические шарики. Керамические шарики. Чем они лучше? По крайней мере, они на долгие годы. Как показала практика, у нас печи первые, которые мы перевели на керкис, уже 5-6 лет работают на них. И мы меняем до определенного времени, это где-то год-полтора назад мы отлили колосники из чугуна чугуна АЧХ-16 и поменяли серый чугун на хромистый. Теперь стараемся, как говорится, увеличить срок каменно-чугунной закладки. Если раньше мы меняли и камни, и чугун, и ремонтировали печь, то сейчас мы практически ничего не меняем. До этого, как ввели керкис в эксплуатацию, мы меняли только чугун. Понятно. Лишили себя работать. Ну, в какой-то мере, да. Зато мы лишили себя проблем с ремонтом. Мы приходим, смотришь, открываешь каменку, лежат наши целые камни керкиса, а вокруг лунная пыль, марсианский грунт. То, во что превратился серый чугун. Приходилось это все равно всю эту грязь вынимать, пылесосить, убирать. То есть весь грязный, весь как... А люди этим парят, этим дышат в парной. И после этого керкис. Понятно. Тогда следующий вопрос сразу. Если у тебя какое-то твое мнение по поводу какой массы должна быть каменка. По отношению к объему парной, например. Я особо не рассчитывал, но в среднем у нас получается, если брать, чугунные чушки в среднем 20 килограмм, их 4-5, это уже 80-100 килограмм. Плюс чугунные колосники, их штук 7-8 по 10-15 килограмм в зависимости от размера. То есть посчитай еще 75 килограмм. Это у нас уже образно 175 килограмм. Ну и дальше камень тоже получается от 5 до 7 коробок, это 100-140 килограмм у нас получается. Ну то есть 350 килограмм. 300-350. А какая минимальная температура для парообразования, на твой взгляд, необходима в банной печи? И какая оптимальная? Когда пар становится легким, а когда он становится сырым, тяжелым, потным и вонючим? Мне кажется, сырым, тяжелым, потным и вонючим он становится до 200 градусов. А все, что выше, уже приемлемо. Я не считаю, что закладку нужно накалить до 900 градусов, хотя я видел и такое. То есть у меня есть кадры, где я пирометром снимаю температуру 912 градусов. Опять же, но это на пике. То есть после закрытия задвижки температура упала. И какая температура при начале парения уже никто не мерил. Главное получить 912. Вот он, пар. Так, внутри мы все рассмотрели. Давай перейдем наружу. Слава. Есть шамотное ядро. Должен быть какой-то зазор. Да. Чем-то сделанный. Либо это просто воздух, либо это базальтовый картон. И потом идет уже облицовочный кирпич. Какой должен быть зазор? Зазор, я считаю, от сантиметра до 5. От сантиметра до 5. Да. Но 5 это стандарт для металлических печей на самом деле. Вот тело стальной, чугунные печи. И даже финские нунуани, они делают как раз 50-сантиметровый забор, зазор. Что лучше всего использовать для облицовки печи? Какой кирпич? Щелевой подойдет. Не знаю. Я предпочитаю полнотелый. Из щелевого никогда не делал облицовки. Стараюсь делать все-таки из полнотелого. я считаю так, что щелевой кирпич он предназначен для аккумуляции тепла. То есть внутри получается воздух, воздух у нас самый лучший изолятор. И мне кажется, что будет хуже. Поэтому кладем из того, чего есть, из полнотелого. Ну, уже в полкирпича. Да, конечно. А можно вместо кирпича использовать, например, плитки талькохлорита, талькомагнезита. Конечно. В чем выигрыш? Выигрыш в размерах теплоемкости талькохлорита и талькомагнезита выше, чем кирпича. Поэтому он при меньших размерах запасает тоже тепло, что кирпичная печь при больших размерах. Как-то так. Евгений Александрович, если мы рассматриваем кирпичную печь для бани и сруба, какие она имеет преимущество по сравнению с железной печью для бани? Основное это опять же прогрев парной и последующий. Опять же, если мы берем железную печь, то мы паримся только то время, которое она топится. То есть попарились 2-3 часа, все, дальше она остыла. Парная также остыла. Здесь мы паримся продолжительное время, двое суток и дальше процесс остывания печи идет постепенный. То есть температура падает не мгновенно на протяжении времени. Она высушивает полностью парную, сруб не гниет, нет никаких разрушительных последствий. Послушай, но все равно на сегодняшний момент, если мы говорим про металлические печи, они весом где-то примерно полторы тонны, тонна, две тонны даже бывают. Неужели настолько большое отличие? Я почему спрашиваю? Потому что вот есть, например, Русауна, та же самая, банная печь. Это, по сути дела, идеология железной печи. Паришься, топишь, паришься, моешься. Ну, примерно, да. Но, опять же, с кирпичной аккумуляцией. И кирпич, и чугунные, металлические печи, которые большого веса, большой мощности, они, в принципе, в какой-то мере сравнимы. Особенно, когда сделана облицовка. Но по нагреву камня, по пару, мне кажется, они немного уступают. Все-таки, опять же, для каждого свой пар. Да, каждому свое, и у каждого свой пар. Для кого-то этот пар хорош, для того, другой. Просто есть, опять же, люди, у которых есть печи металлические, которые приезжали ко мне, и после того, как мы здесь парились, они кардинально пересматривали свой взгляд на печи кирпичные и металлические. Послушай, вот мы затронули тему топлива. Дрова, брикеты, газ, электричество, пилеты. Я так понимаю, что ты делаешь печи на дровах, на газе и на пилетах. И на электричестве. И на электричестве? Да, но очень мало. Мы пока это направление, скажем так, принимаем разработку. А какое преимущество у каждого из этих видов топлива, свое какое-то, есть же? Мне очень нравятся газовые печи, потому как после того, как вы протопили печь на газу, вы можете сразу же идти париться. У вас максимальная температура каменной чугунной закладки, то есть это 500-600 градусов. Не обязательно ждать, выстаивать печь. Парную можно держать постоянно на пару, периодически просто подтапливая. И огромный плюс газовых банных печей, это не надо ее топить. Нажал кнопку, послал смс, все, через 3-4 часа баня готова. Для людей, которые могут себе это позволить, занятых людей и так далее, сокращение времени на вытоп печи, это большой плюс, я считаю. А какие лучше всего использовать горелки? Они же разные бывают? Бывают разные. Мы стараемся использовать немецкие горелки Weisshaub. Опять же, принцип работы какой? Наддувная. Турбо-наддувная? Да, наддувная горелка. То есть, ГГУшки, моделируемая, ступенчатая. Она позволяет плавно нагреть, не сразу выдать всю мощность горелки, а ступенями поднимать мощность и плавно нагревать печь. На самом деле, мы сейчас стоим у отопительно-варочной кирпичной замечательной печи, от которой уже идет тепло. Потому что сейчас ты будешь здесь запекать. Что мы будем запекать? Лопатку. Свиной лопатка. И вот скажи мне, пожалуйста, мы всегда разговариваем о температуре именно каменки. Мало уделяя моменту, какая же должна быть температура на стенке у печи. У барной печи, у отопительной печи, у кирпичной печи. у кирпичной печи в соответствии с санитарными нормами, где она расположена, там, заведения различные для посещения людей. Ну, это старые нормы. У банной печи, опять же, температура от 80 до 100, до 120 периодически локально бывает на печи. На бытовых до 80 доходит. Ну, потому что, вот, если мы говорим о металлических печах, то там температура у нормальных печей, она где-то до 200 градусов. Нет, в кирпичных печах точно нет. Это один из плюсов? Я считаю, что да. Но, быстрый нагрев уже не получится. Быстрый, да, быстрый нагрев не получится, его необходимо будет предусмотреть иными способами. А сколько хорошая печь не просто вытапливается, а позволяет еще и пойти потом в баню. Потому что, многие говорят, моя кирпичная печь вытапливает за 40 минут. Не верю. Моя кирпичная печь, твоя кирпичная печь плохая, уходит 7 часов. Сколько в среднем? В среднем, опять же, по опыту своей эксплуатации, дровяная трансформация газовая 4 часа. Это, опять же, при предварительном прогреве парной. То есть, растопили, нагрели, пошли париться. Никаких перерывов между растопили, нагрели и пошли париться нет. То есть, нагрели, пошли париться. В кирпичной печи на дровах, опять же, с прямым нагревом камней, у вас есть период выстаивания. То есть, печь надо нагреть и потом закрыть задвижку и подождать, пока прогреется парная. То есть, за это время мы теряем температуру каменной чугунной закладки и идем париться где-то 6-7 часов. У нас уходит на приготовление бани парной. То есть, от начала топки до принятия банных процедур. А можно ли это время сократить, если применять только хлорид более тонкий, либо кирпич еврокирпичик, который тоже более-меньше, который Сергей Зюкин предъявил. Я не думаю, что сильно можно сократить, потому как есть у нас масса печи. Она все равно практически не меняется. Есть определенное количество топлива, которое нужно сжечь для того, чтобы эту массу нагреть до определенной температуры. И опять же, исходя из этого, есть вот это время, за которое мы его сжигаем. У меня не получалось даже при трансформации в обращенку нашу печь нагреть за менее трех часов. То есть, три часа топки, полчаса получается на дожигание углей, потом мы закрываем, прогреваем парную, и все равно уходит минимум пять-шесть часов. То есть, других вариантов, кроме как авиационный бензин, я не вижу. Но можно же ускорить путем монтирования сухотрубов или открытие прочесных задвижек, например, у печи Соколова, у фильтрующей то же самое. Не думаю. По одной простой причине, что нагрев металлический, циркуляция, это конвекция. Это раз существенно, она не даст нам... Нам все равно надо... Основная наша задача это нагреть каменно-чугунную закладку до определенной температуры. Скажем так, прогрев парной, он немаловажен, но он уже вторичен. То есть, прогреть парную мы можем любым способом. Основное нам нагреть закладку, получить пар. Той кондиции, которой мы хотим. Поэтому, да, это огромный плюс. Мы ставим суходувы в большие парные, когда объем парной достаточно немаленький. И мне кажется, опять же, с моей точки зрения, что печь не до конца справится, либо для этого потребуется больше времени. То есть, больше расчетного времени, больше вот этих вот 5-6 часов, то есть, там, 7-8 и так далее. Тогда мы уже устанавливаем суходув, потому что бывают печи огромные, да, которые для того, чтобы вывести на режим нужно 2 дня. Не просто топить, а стартануть первый день и дотапливать уже во второй. Коммерческие. Да, коммерческие бани, они заводятся не за 5 часов. То есть, тут никуда не уйдешь от этого. Послушай... свет упал. Сколько прошло? 10 минут? Чуть-чуть меньше. Ага, ну вот смотри, долго ли умеюще, да. И вот если мы вот если мы говорим про скорость, я знаю, что частота пламени у подовой печи, да, частота сгорания гораздо выше, чем у колосниковой. Но колосниковая применима для банных печей больше, да. Если мы про классику говорим, не про печи по-чёрному, потому что там под решает. Насколько важна подача вторичного воздуха? Почему спрашиваю? Это прям классика Игоря Кузнецова с сухим швом. Да, это печь с сухим швом. Да, вот насколько важна подача вторички и как она должна осуществляться? Марат, исходя из потребительских своих требований к этой печи, большой разницы при наличии и отсутствии сухого шва я не наблюдаю. Так как эта печь построена давно, тогда мы строили печь у Кузнецова, то есть я делал сухой шов. После этого я делал прогар. Опять же, я не делал прогар. Большой разницы в процессе эксплуатации во времени вытопа я не заметил. Опять же, если брать подовые печи, щелевые топки австрийские, там подача воздуха идёт со стороны со щелей, там она рассчитана. И там вполне вероятно это играет большую роль. Но в наших бытовых печах я этого пользы большой. Но у тебя там в бане подача вторичного есть. Работает? Работает. Но Марат, я говорю без приборов просверленных в канал я этого тактильно или как-то иначе по времени вытоп не замечаю. То есть она есть, заткнул ее нет, процесс происходит примерно, даже не примерно, а для меня, как для пользователя одинаково. То есть я не могу сказать, что там открыв дверцу в определенное время, на такое расстояние, открыв парной вторую дверцу я добился вытопа печи быстрее на час. Нет, такого нет. Примерно это там 10-15 минут максимум полчаса и то при трансформации печи из фильтрующей в обращенку. Это максимум, что у меня получалось. Я не буду говорить, что я вытопил там подготовил свою баню там не за 6-7 часов а за 3-4. У меня так не получается. Вот вы разобрали практически все по теплоемкости но мы идем дальше. Мы разобрали шамотное ядро, разобрали кирпичную обкладку. Но для кого-то кирпич он банален, некрасив и вопрос про изразцы. Про изразцы в бане, про изразцы для отопительного варочных печей. В чем их преимущество кроме как к дизайну? Дизайн первое и я так считаю основное преимущество потому что изразцовую печь можно вписать в любой интерьер. Морковный кирпичный шкаф вряд ли ты впишешь в какой-то строгий и специфический интерьер. Для банных печей опять же эстетика раз процесс опять же за изразцами можно ухаживать очень легко протер влажной губкой тряпочкой все хорошо и прекрасно печь тоже можно протереть но изразцы но лаком можно покрыть ну вот как в чем цимус кроме дизайна изразцов есть больше теплоемкость потому что изразец во-первых имеет румпу то есть это дополнительно скажем так если брать под кирпичу если у нас так полкирпича облицовка то здесь будет полтора кирпича с изразцами в зависимости опять же от толщины изразца величины румпы ну то есть дополнительная теплоемкость а как их правильно крепить кирпичной стене через сеточку штукатурить клеить на сеточку как говорится любой проволочку мы когда начинали работать с изразцами пошли по своему скажем так взяли за основу дедовский метод метод крепления изразцов к печи то есть это параллельное возведение печи и завязывание на поводке солдатики костыли к печи то есть но в этом методе есть свои минусы иногда когда тебе там что-то заказывают печь там приедьте посмотрите у нас уже есть печь нам надо облицевать изразцами это тоже возможно и почему бы и нет тогда мы используем сетку также с подвязкой но уже на различные клеи термостойкие мы клеим изразцы к печи то есть работая с художниками керамистами мы даем им размеры наличные ну того что у нас присутствует уже печи и они исходя из этих размеров делают изразцы потом нам остается только их уже смонтировать так что вариант любой возможно в деньгах если кирпичная печь стоит 10 рублей если мы облицовываем изразцами это плюс сколько получится в зависимости изразцов самые дешевые изразцы опять же они не самые худшие они самые дешевые в россии это воронежские изразцы 15 на 15 небольшие у них там 6-7 элементов линейки и поэтому нам самим приходится придумывать все эти декоративные элементы полочки и все остальное исходя из этого но я считаю что качество этих изразцов достаточно высокое для их цены тем более в данных реалиях у нас вряд ли может быть будет когда-то возможность использовать более дорогие изразцы для опять же для людей которые хотят изразцовую печь но хотят ее позволить себе в определенной ценовой категории потому что все остальное импортные изразцы они уже на порядок выше и с каждым годом дорожают и дорожают да они и выглядят лучше и геометрия у них практически идеально и в линейках большое количество различных элементов то есть ты можешь набрать все что хочешь сделать дизайн красивый самые дорогие изразцы это художник-керамист это эксклюзив это индивидуальное изделие которое разрабатывается совместно печником и керамистом который учитывает все желания и пожелания заказчиков это самое дорогое роспись ручное изготовление они могут быть не такие прямые как изразцы заводского производства импортное но они имеют свой цимус в плане того что они сделаны вручную это творили люди то есть там присутствует душа Жень мы находимся на втором этаже здесь еще процесс строительства идет и это очень хорошо так же как мы сидим на кирпичной печи можно же лежать можно у меня вопрос здесь печь у тебя двухэтажная да то есть она способна отапливать одна печь топит все да весь дом и первый и второй этаж то есть печь двухэтажная с одной топкой с транзитным каналом отапливает два этажа про отопительные варочные печи это не наш канал все таки не наш контент мы про баню да мы больше про баню хотя вот такое применение реально вот просто мне очень понравилось две топки здесь одна нет вот там внизу две закладки да и все и вот сколько здесь дом 6х6 6х6 второй этаж 6х9 и тепло тепло комфортно вот мы в манечке сидим на улице еще пока минус тем не менее комфортно это к вопросу о экономности банных печей о кирпичных печей вот если мы говорим про экономность да наверное это на сегодняшний день один из таких важных же вопросов да очень важных конечно сколько уходит килограмм дров на вытоп банной печи вот конкретно у тебя конкретно у меня выходит четко у меня есть расчетное количество дров это 5 сеток 40 литровых ну по сути это 200 литров в среднем сетка весит от 11 до 13 килограмм соответственно это где-то 55-60 килограмм и влажность их от 11 до 15 процентов то есть у меня четко вот 5 сеток двое суток паримся ну не всем нужно честно сказать париться двое суток согласен но сруб высушит сруб не льет она высушивает и моечную даже при отключенных летом же мы не пользуемся теплыми полами то есть мы открываем двери и из парной идет тепло все высыхает практически мгновенно ну и раз мы здесь на втором этаже в ремонтном помещении вопрос про ремонтно пригодность банных печей на что нужно смотреть что пора ремонтировать печь я знаю вот когда ковшиком поддают воду размываются швы я знаю что когда кладут какой-то трешовый камень он разрушается колосники забивает вот на что обратите внимание вот что вот ты смотришь и понимаешь пора никогда черный дым пойдет когда ты дверку открыл но я бы сказал иначе не время ремонта да а планово предупредительный ремонт то есть раз в год стандартно нужно делать ревизию планово предупредительный ремонт взять вынуть камни вынуть колосники посмотреть их состояние при необходимости заменить если вы пользуетесь не выходные там скажем так не 4 раза в месяц а чаще то соответственно планово предупредительный ремонт нужно делать чаще раз в полгода но человек который сам сложил печь он разве может потом сказать вот мне нужно вытащить именно этот кирпичик для того чтобы этот ремонтировать наверное это сложно ну это да скажем так человеку неискушенному сложно но все ремонтируется мы ремонтируем любые печи ну конечно которые не совсем мертвы сделать можно все послушай вот если мы про ремонт проговорили наверное нужно сказать о сроке работы с одной печи на сколько лет человек складывает себе кирпичную печь я думаю на максимально возможное количество лет просто мои печи которые мы складывали 15 лет назад еще работают люди опять же все зависит от правильности эксплуатации после того как мы прощаемся утрированно с заказчиком мы сдаем ему печь парную то есть мы занимаемся не только кладкой печей но утеплением отделкой парных то есть доводим до первой спички до первого пара и люди когда мы показываем как топить понимают это печи служат намного дольше нежели мы просто построили печь отдали инструкцию человек ее куда-то выкинул и топит как он хочет а еще хуже когда топит военно-пленный скажем так вообще по барабану все что там делается в этой печи ему сказали там к пяти баня и вот он ее топит топит чуть ли не до пяти послушай а вопрос сразу насколько критично переход через ноль для кирпичной печи заморозили разморозили заморозили отморозили ну я думаю для любого материала переход через ноль критичен со временем но опять же все зависит от того как ее выводить из состояния заморозки как выводить кирпичную печь из нуля конкретно из нуля я вывожу легкими протоками небольшими то есть я приезжаю к примеру у меня ниже нуля закладываю небольшую закладку прожигаю ее не закрывая задвижки то есть не даю печи нагреться оставляю ее до утра утром делаю еще одну закладку опять это если с минусом так как у меня постоянный плюс не не мы не берем тебя я считаю что лучше ее не доводить до заморозки но если уж но огромное количество переходит через ноль огромное да согласен ну вот короткими периодическими короткими это в четверг приехал лучинками в пятницу с утречка еще лучинок в пятницу вечерком еще одну топочку а субботу натопил три дня нет ну хотя бы за сутки то есть днем топишь в конце дня там закрыли печь и на следующий день уже как говорится делаем полноценный вот только таким наверное способом Евгений Александрович по противопожарке пытать не буду всем хорошо знакомы СП ГОСТ не сгораемые не горючие материалы изоляционные материалы в том числе уйдем от этого это все прописано в ГОСТах в СНИПах инсайд про ГОСТы ребята ждите в этом году будет бомба ты всегда говоришь мы не я Евгений Александрович Романов а мы Лен Обл Печь что это это небольшой коллектив достаточно дружный который сложился за годы нашей работы со мной работает мой старший сын Денис который самостоятельная единица он в отдельной бригаде у него есть помощник практикующий инженер Игорь Николаевич младший тоже подрастает и периодически помогает нам с переноской кирпича и так далее надеюсь что руки вырастут из того места и тоже будет нам помогать а так работают в основном родственники и друзья поэтому это коллективный разум и словом это внимание величия семейный подряд да да как-то так получается родовой подряд семейно-родовой подряд семейно-родовой приходится потому что иначе никак есть конечно и новые люди которые приходят но обычно люди со стороны долго не задерживаются слушай вы делаете кладете кирпичные печи отопительные варочные барбекю тоже кладете конечно и занимаетесь отделкой банища дополнительно да чем отделываете всем чем угодно по желанию заказчик по желанию заказчик есть конечно предпочтение но эксклюзив пожалуйста отделка может быть любая мне кажется что я считаю что основное это правильно утеплить и изолировать парную а уже натянуть скорлупу можно любую в зависимости от кошелька заказчика то есть такая будет уже и отделка последний заключительный вопрос самый каверзный который все печники не любят и за это меня в том числе цена кирпичной печи в среднем можешь не отвечать 750 тысяч рублей и выше 500 тысяч рублей и ниже в зависимости от размера печи бывает и больше печи все зависит от скажем так мы стараемся не работать от кирпича потому что кирпич можно посчитать по-разному мы работаем от изделия изделие может быть простое просто кирпичный шкафчик может быть высокотехнологичный кирпичный шкафчик с подрезкой точенкой чем угодно за это все берутся соответственно деньги это дополнительные трудозатраты дополнительная работа поэтому печи стоит недешево понятно ребят у кого есть деньги Евгений Александрович всегда рад облпечь ссылочки будут в этом видео в описании к этому видео на этом мы с вами прощаемся да мы идем париться в баню чему посвящен второй ролик всего доброго легкого вам пара спасибо спасибо